Сейчас я вам расскажу, что будет в новой серии сериала «Стамбульская невеста». Не забудьте поставить лайк нашему видео. Фикрет, узнавший, что Адам и Ульфет действуют вместе, немедленно идет к Акифу и рассказывает ему, что произошло. Они решают действовать сообща. Они думают, что если сообщат Фаруку, то создадут ему проблемы. Тем временем Акиф расследует инцидент. Саним, с другой стороны, обращалась к Гунешу Азамет. Они берут свои телефоны и уходят, чтобы не разговаривать случайно. После этого Гунеш приходит к Саниму, и они рассказывают о былых временах. Во времена болот они жили в одном доме. Затем, сидев, Азимы исчезли. Госпожа Эсма и Гариб, он испытывает волнение и покой от ношения кольца. Эсма говорит, что хочет поговорить со всеми и организует встречу. Асман тоже приходит, и госпожа Эсма говорит, Гариб сделал мне предложение. Их дети не могут этого принять. Пока Эпек смеется, с Эсмой находится только Сурея. Баранские мужчины идут в таверну выпить. Акиф идет к ним. Акифу удается их смягчить. Эсма идет прикинуться словами с девочками. Он сообщает Ульфет новость о свадьбе. Ульфет уничтожен. Вспоминает старые времена молодости. Он видел, как Дилара сказала, я беременна, входя в торговый центр и не проходя через рентгеновский аппарат, Назиф радуется, когда видит, что она ищет что-то в детском магазине. Когда он идет домой, рассказывая Гулистану, Адам слышит это и очень радуется. Адам встречает Дилару на рынке. Женщина снова убегает от него и не рассказывает Адаму о ребенке. У мужа Ульфет была любовница по имени Сидев. Его водитель отвозил его в его тайное место. Однажды позвонил Ульфет, они с мужем сильно поссорились и больше мужчину никто не видел. Ульфет подал заявление о пропаже и уволил водителя. Товар принадлежал мужчине. Сидев и Азиме были соседями по комнате. Все трое растворились в воздухе. Они думают, что ее убил муж Тети. Странная девушка приходит спросить. Атмосфера очень напряженная. Немного посмеялись благодаря Акифу и Саним. Гарип произносит красивую речь, и с подачи Фарука надеваются кольца. Пятницу вечером мы посмотрели приятную серию, которая меня очень порадовала и сосредоточилась на свадьбе Гарипа и Эсмы, и я до последнего момента боялся, что с нами случится что-то плохое. Этот эпизод на самом деле был похож на сладкую вату, желудок не наполнил, но оставил очень приятный привкус во рту. Было бы неправдой, если бы я сказал, что мне не понравился эпизод, в котором я уходил с экрана с улыбкой на лице, после эпизодов, которые были мрачными, не радовали меня или содержали что-то новое. Может быть, мне это понравилось немного меньше, чем на прошлой неделе, но мне понравилось. По крайней мере, меня сопровождал смех, а не мои внутренние переживания. Когда некоторые непопулярные персонажи сериалов попадают в неприятные ситуации, нам грустно и приятно наблюдать за ними. Бронлар – это семья, которую мы любим со всеми ее хорошими и плохими, ошибками и добрыми поступками. Вот почему относительная бедность, в которую они попали, в конце концов, они живут вне шанташи, и плохие события, которые они пережили, даже не заслужив этого, скорее огорчили нас, чем обрадовали. Более того, это нанесло ущерб моему чувству справедливости. Я не мог вынести столько печали и уныния. Поэтому приятнее наблюдать за их счастьем, радостью и солидарностью, сопровождать смехом при объявлении о заключении брака, помолвке и церемонии бракосочетания, участвовать в танце жениха. Надо признать, что интерпретировать в таких эпизодах особо нечего. Тем не менее, я могу оценить серию, проводя различия между тем, что мне нравится, и тем, что мне не нравится. В доме баранов Фекрет снова злится на Ипека. Женщина каким-то образом снова выходит на первое место. Ипек сердито идет к Ульфету и дает результат ДНК. Ульфер приходит к барану, чтобы сказать, что ему любопытно, но они гневно нападают на женщину. Впервые Ульфет произносит речь, которая вызывает у всех эмоции. Госпожа Исма отправляется в свой дом в Бурсе, чтобы найти убежище в своих воспоминаниях. Когда приходит Адам и будит женщину от сна, госпожа Исма не может понять, где она, и теряет сознание. Пока вызывают доктора, слуги зовут и Фарука. Приходит Фарук и забирает мать, но хочет остаться в отеле. Фарук беспомощно оставляет свою мать в отеле знакомого человека. Адам и Гунеш едят. Однако Гунеш плохо разговаривает с этим мужчиной. Покидая Сюрею, они приветствуют Гунеш, но узнают друг друга по прошлому. Даже если они никогда не разговаривают, их мысли остаются при этой встрече. В конце серии Саним идет в бутик и называет Гунеш, Азиме. Сегодня день рождения мисс Эсме. Сурея идет навестить женщину. Поскольку Ипек и Сурея приступят к работе, Саним возьмет на себя партийную организацию. Оставив детей с отцом, Ипек, Сурея, Саним, Дилара и Нургуль отправляются к Эсмаханым. Убеждают с трудом. Когда они понимают, что место, куда они пошли праздновать, это казино, как раз перед тем, как они собираются уйти, происходит полицейский рейд. Гариб и их мужья забирают женщин из-под стражи. Гариб делает предложение Эсме в ее день рождения. Утром дети и госпожа Исма мирятся. Когда Фекрет утром выходит из дома, извлекнув урок из своего опыта с Адемом, он идет к Ульфет и запугивает ее. Он говорит ей не расстраивать мать и семью, потому что она сумасшедший в семье. Он делает Адема и Ульфета похожими. Адем и Ульфет приходят туда после ухода Фекрета и начинают разговаривать. Моментами, которые меня больше всего впечатлили в серии, были сцены, где Эсма пришла в особняк в Бурсе, на мгновение подумала, что он снова ее, пошла в свою комнату и легла спать, Адем увидел это, а потом пришел Фарук и взяла ее мать. Да, мне было очень жаль ситуации Эсмы, но что меня действительно расстроило, так это ситуация Адема, которая разбила мне сердце. Он завладел особняком из-за амбиций, ради которых его мать отдала свою жизнь, но положение баранов, когда они жили в этом особняке, не прошло для него, особняк не принес ему семьи. Даже в самые трудные времена баранам каким-то образом удавалось оставаться вместе и держаться друг за друга, а Адем сумел одного за другим оттолкнуть любивших его людей и стал ходячим доказательством поговорки «дом не всегда дом». Вот почему больше всего мне запомнился из этого эпизода ответ Адема Назифу, который сказал, мисс Эсма наверху ей нехорошо, на слова «я очень хорош», не так ли? И, конечно же, замечательный реализм того, как Назиф что-то делает внизу, когда видит мисс Эсму, но теперь я хочу продолжить с Адемом. В этом эпизоде я впервые полюбил Гунеш. Я смотрел ответы, которые он давал Адаму, в надежде, что они станут примером для всех мужчин, думающих, что они могут творить со своим одиноким мужчиной всякие грубости, безрассудства и непристойности. На этом наше видео «Стамбульская невеста» закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео, пока.